Измена – это всегда очень большая травма, и, наверное, неправда будет сказать, что легко это сделать. Опять же, очень многое зависит от того, насколько сама женщина внутренне чувствует себя полноценной. Потому что если у женщины много претензий к самой себе, то в ситуации измены у нее эта боль становится настолько сильной, настолько большой, что ей очень трудно. Подымается агрессия, подымается гнев, подымается обида, подымается все то, что годами где-то было вытеснено в бессознательной претензии к самой себе. И тогда измена становится таким манифестом, моментом, когда все это вырывается наружу, и женщина не в состоянии с этим справиться. Мне кажется, что измена может быть прощена в том случае, если были определенные причины, которые способствовали тому, что партнеры стали отдаляться друг от друга. Например, вот я так думаю, какую бы измену я бы могла простить. Опять же, это же вопрос ценности убеждений. Здесь я не как психолог могу сказать, я могу только как психолог разложить. А выбор все равно принимает каждый конкретный человек, который столкнулся с ситуацией. Потому что факты фактами, а мир чувств, он совершенно другой. Например, именно период, когда рождается маленький ребенок, и когда женщина стопроцентно погружается в свое материнство, по статистике в браке является одним из очень таких сложных зон. Потому что именно в этот период мужчины, не получая того уровня внимания, которому они привыкли, на которое они рассчитывали, потому что появляется конкурент, очень часто начинают компенсироваться где-то. И особенно неповзрослевшие мальчики, которые хотят оставаться вот такими центральными и не готовы стать отцами. То есть еще готовности стать отцом нет. Есть готовность быть сыном для своей жены, в том числе быть героем для своей женщины. Но вот когда появляется конкурент, он начинает быстро искать где-то кого-то. Вот такую измену, наверное, не всегда удается женщинам просить. Почему? Потому что ей так трудно. Для нее это и так очень сложный период. И в этот момент, если мужчина начинает открыто это делать, то для женщины это становится буквально таким фактором доверия, разрушающим отношения. Даже если она эти отношения сохраняет, например, очень многие ведь говорят, что они простили. Вот тут тоже важный момент. Сохранить брак и простить измену – это не одно и то же. Женщины сохраняют брак, потому что им страшно остаться одной. Женщины сохраняют брак, потому что они доказывают любовнице или доказывают той женщине, с которой он изменил, что она лучше. Они сохраняют мужчину из принципа. Женщины сохраняют брак, потому что финансово это стабильно. Много причин. Но сохранить брак и простить измену – это не одно и то же. Можно сохранить брак, но ненавидеть этого человека где-то на уровне бессознательном и мстить ему, порой даже не осознавая, что ты ему мстишь. Простить измену может человек, который, во-первых, не столкнулся с предательством, потому что если это случайная измена где-то, и это какой-то единичный случай, это одна история, когда человек, знаешь, выпил лишнего, у него префронтальная кора приказала долго жить, он уже не может контролировать свои инстинкты, потому что эмоциональный мозг, рептильный мозг пошел вперед, и тут какая-нибудь женщина, которая только и поджидала, когда у него префронтальная кора отключится, она раз и появилась со своими стимулами, с двумя высшими образованиями, узкой специализацией, широким кругозором, понимаешь? И вот это произошло. Это одна измена. А измена, когда, например, 5-7 лет человек живет на две семьи, там рождаются дети, а при этом он играет в своего партнера в семье, то есть он сохраняет все, потому что ему так удобно. Вот такие измены, конечно, они крайне травматичны, тяжелые, и мне кажется, что когда случается измена, женщине в первую очередь нужно для себя самой задаться вопросом, что мне сделать, чтобы отделиться от того поступка, который совершил мужчина. Если женщина совершает главную ошибку, когда мужчина изменяет, она направляет свое внимание на саму себя с мыслью о том, что я, наверное, какая-то не такая, я недостойная любви, я недостаточно красивая, недостаточно привлекательная, недостаточно шикарная. Вот если она начала такие мысли у себя в голове прокручивать, это значит, что она начала разрушать сама себя. Я каждый день работаю в кабинете с парами, отдельно с людьми, у меня много клиентов мужчин. И это интересно, когда я задаю вопрос такой мужчине, я говорю, через сколько времени вы приблизительно меняете свое отношение к женщине? Ну, по статистике из 10 мужчин 9 говорит, что ну 3 года, а потом я задумываюсь, а зачем я женился? И этому есть объяснение. Инстинкты природы не заточены по тому, чтобы люди долгосрочно были счастливы. Инстинкты говорят о том, что мужчина должен любить женщину ровно до того момента, пока ребенок сможет сам существовать уже, там, полтора-два года, и женщина сможет так делиться и заниматься собой. То есть мужчина, любовь, мужчина где-то 3-4-5 лет влюбленности, не любовь, влюбленности. И получается, что это время, чтобы она ее встретить, очаровать, оплодотворить, чтобы она выносила ребенка, чтобы она родила, и еще где-то полтора-два года, чтобы ребенок, в общем-то, стал отделиться. Мог, и мама уже могла своей жизнью жить. Вот, к сожалению, у большинства мужчин инстинкты являются ведущими. И любовь у них проходит, влюбленность, не ошибаюсь, влюбленность. Дальше будет зависеть от того, насколько мужчина живет в мире ценностей и убеждений, потому что опыт показывает, что жена может быть такая страшненькая, жена может быть такая никакая, она может быть с очень сложным характером. И вроде бы смотришь и думаешь, вот была бы я мужчиной, ну точно бы, я бы убежала. Он будет терпеть, потому что он так решил, что он ее выбрал на всю жизнь. Но таких мужчин немного. Это мужчины, которые, взяв ответственность за женщину, готовы ее нести всю жизнь. Есть вторая категория мужчин, которые никогда не изменяют. Это мужчины, которым лень изменять. То есть они привыкли, они хорошо пролежали в свой диван, они отдают женщине всю зарплату в размере 30 тысяч и говорят, ни в чем себе не отказывай. И на 8 марта у них никогда нет денег, чтобы купить цветы. В общем-то на сигареты они тоже стреляют у своей жены. Извинять им лень, потому что надо встать, подняться и пойти искать другого командира. Им неохота. В ситуации в жизни никто не застрахован. Вот я не буду говорить, что я точно уверена, что мой муж мне не изменяет. Не буду. Никто ничего не знает. Но я могу сказать одно, что если измена произошла, во-первых, надо системно проанализировать, может быть, какие-то сферы жизни были настолько неудовлетворены, что измена стала способом просто как-то снизить фрустрацию. Например, если нет сексуальной жизни в паре, и этим надо заниматься, чтобы она была. Если очень длительные люди живут раздельно, если там какие-то конфликты, непреодолимые постоянные конфронтации, то есть есть причины, когда могут возникать измены. Проанализировать. Если измена связана с тем, что кто-то вгрызается в твою семью и пытается выгрызть человека, то здесь самое главное не предъявлять себе претензии. Понять, что неважно. У меня были ситуации, когда красавица, победительница конкурсов красоты, работающая там на хороших должностях, с тремя красивыми детьми, борщ тот самый злополучный варит. Он уходит к женщине, у которой первый муж алкоголик, который помер, и второй наркоман, который помер. И он уходит, оставляя все. И я прекрасно понимаю, что этот человек, этот мужчина так долго жил в своей персоне, он настолько долго жил успехом, и настолько долго жил вот этими ценностями, которые навязываются обществом, создавая вот эту картинку себя, что в какой-то момент он так устал, что провалился в совсем другое. А та женщина декларирует совершенно другое. Свободу, отрицание всего этого, абсолютно неприверженность тем самым ценностям. То есть его качества теневые, которые внутри него были, он вот нашел выражение там. Он уходит, но не потому что жена не дотягивает, а потому что у него есть внутренний конфликт, который требует разрешения. Ну и потом, правде в глаза, всегда помните, чтобы легче было простить измену. Очень многим людям трудно любить одного человека и жить с ним. Очень часто. Тот, с кем живу, это не тот, кого люблю. Именно особенно через некоторое время. Потому что происходит расщепление в нашей психике, и нам хочется любить только идеального человека. А того, с кем живешь, это не всегда идеально. Судить легче. Осуждать проще. А прощение – это великий дар, который очень часто может закрывать такие большие дефициты. Если человек просит прощения, но если это не происходит каждый день, то мне кажется, что если человек по-настоящему просит прощения, мне кажется, что мы не можем это игнорировать. Прощение – это в первую очередь для нас самих. Потому что, когда мы что-то прощаем, это означает, что мы отделяемся от той травмы, и мы идем вперед. А если я все время человека обвиняю, все время думаю о прошлом, это значит, что я каждый момент своей жизни обслуживаю тот прошлый эпизод, даю туда свою энергию. Поэтому прощение – это важный инструмент для того, чтобы сохранить свою собственную целостность и свое собственное здоровье. Редактор субтитров А.Семкин